Всё, слышно? Слышно. Всё. А что там было? Да я перезагрузил, тоже там почистил. Памяти, наверное, много было, как бы, наглючил. Так, ты что хотел-то? Что позвонил? Помните, мы с вами разговаривали? Ну, что хотел-то? Ну, вот то, что по поводу у вас служения-то было, да, тюремное. Ну? Ну, можете рассказать, как действовать? Давай, поговорим. Хороший материал. Это в прошлом уже. Сейчас не допускает никого. Пришёл указ. Вот какое дело-то. У нас работа была налажена. Она не просто, мы приходили и уходили. У меня регулярно, каждый месяц собирали сотрудников СИЗО. 17 дробь 1, канатная 81, город Барнолу, Алтайский край. Ну, и все там, которые низший состав там был, для начальника. И я перед ними считал лекцию, как говорят. Ну, что значит лекцию? О Боге, о вечности. Об отношении к людям, которые здесь. А я-то их знаю. Мне помогало то, что я первой в стране издал архипелаг ГУЛАГ. Я его насчитал. Составил на него симфонию, как говорится, искать, где что. Значит, я знаю, что написано. Что? Ну, и Чехова знаком. Поездка на Сахалин. Опыт пяти тюрем. Этапы. Лагерь. А, в общем-то, лишение свободы. Понятно, что это такое. Я могу сказать, сколько надо человеку дать, если он никогда ещё там не был, чтобы его сломать. Три дня достаточно. А когда ты знаешь Бога, то тут вот с тобой разговаривает уже по-другому. Они знают, ты такой вот. Я был на зоне. Там зона называлась вязаная. Которая все должны соглашаться, следить друг за другом. И нарушать там, и проще такое. Красная зона. У нас было на зоне только три человека. Я. Армянин один. Он там уже в десятый, наверное, раз попался. И верующий. Даже четверо было. Свидетели Юговы. Крепкие ребята. Понравились они мне. Буряк и Гончар. Фамилия их такая. Ну и с этим опытом я в местной тюрьме. Нужно хорошее отношение иметь с начальством. Значит, никто тебя не пустит. Самое секретное место у них, это приговоренные к смерти. Смертики. Тогда были еще меморандум недопустимости смертной казни. Борис Николаевич Ельцин не подписал. Их расстреливали. А сейчас называется пожизненное. И они на самом низу охраняют офицеры с собаками. Закрыто, завязано. Никуда ни окон, ничего нет. Я сказал, кажется, РОР, режимно-оперативный работник, он говорит, что пока я здесь в тюрьме, вам никогда туда не пойдет. Но я пошел тогда. У меня близкие отношения с прокурором края, генерал-лейтенант. Я поговорил, он говорит, ну, завтра приходите, завтра двери вам откроют. Я прихожу, а он стоит там на крыльце уже, прокурор края. Это, представь себе, все бросить, приехать сюда, это очень близкие отношения. У меня все так случается, у меня врагов много, но и друзей много. Я говорю, заходите, покажите документы, там все есть. У меня с собой паспорт. И меня туда запустили. И тут один, Маслевич, кажется, его фамилия была, он много убил людей. И с одним сидел там, его, кажется, Александр с батя, а его дело вел мой зять. Вот как одно к одному-то. Я когда пришел к нему, он был, когда они беседовали там, сидел, двое сидят в лагере. Он говорит, шел там от этого, я убил его. А он бьется, он ни за что убил-то. Он говорит, Саша, ты зря это убил студента-то, он же ничего не сделал. И он это запомнил. И когда легли спать, он его задушил. У него ручка была, он ее натащил об пол, вскрыл ему грудь, вытащил печень. Я перезвоню. Да дома я, я разговариваю сейчас, в работе. И в кружке, алюминиевой, сварил его печень и съел. Людоед. Я к нему в камеру прошел, побеседовал, Евангелие оставил где-то. Ну, он безнадежный человек-то. Вот такое дело. А так-то я иду, что завозил. Однажды завез я в тюрьму, в лагерь, 4,5 тонны продукции. Там газеты, проще такое. А на Пасху яйца покрасили, принесли. И какие большие жалобы были, но я нигде не нарушал, ни у кого не брал. Который меня сопровождает, я говорю ему, отдайте письмо. И сразу говорю, мы пойдем к начальнику, если он разрешит взять, я возьму. И они, как правило, я не знаю, я-то был в разных тюрьмах был, но Барнаульская самая хорошая. По-настоящему хорошая тюрьма, когда ее по кирпичику разберут. Но и без нее никак нельзя. Согласен. Хорошая тема, что тут монахинь расстреляли, когда пришла власть этого людоеда Ленина-то. Сейчас мне надо быстро заканчивать, меня вызывают. Тут начальство свое. Ну и беседуем там, когда где-то начальство расположенное. По этапу иногда идут люди. Везде кое-как до Барнаула дойдут и говорят, у вас как курорт здесь. Сразу их в душ, повышенную порцию дадут. Незнакомым людям, которые сюда идут. Ну, диссиденты по политической статье. Вот. Феликс Светов вот здесь, когда проходил муж Крахмальникова и Зои Александровны. Это мне потом уже они говорили. Но я и знал. Видимо, молитвами этих расстрелянных монахинь, вот такое отношение здесь есть. Барнольская тюрьма, она этим отменна от других. Здесь никакого беспредела нету. Нету. Вот как. Я под следствием был, кое-что удавалось даже получить. Ну, через следователя, конечно, официально. Ну, и как, молишься? Я знаю, когда они едут, где автобус. Подхожу туда, жду. И они знают, кто я, потому что я же выступаю перед ними. А там на зоне прямо и больничка называется, больница. Но она отдельно совершенно, отдельное здание другое. Я перед ними выступал. Вот такое дело. Гузин называется. Главное управление исполнения наказаний. А потом пришел какой-то указ. Всем отказать. Какой-то что-то, кто ходил навстречу, видимо, помогали. И как-то что-то передали. Этими преступниками. Ну, что-то обязательно было. Нарушение какое-то. Мне никогда не отказывали. А тут раз всем отказано, значит, и мне отказано. И мы ушли оттуда. Уже несколько лет мы там не работаем. Тут молитва. И ты знаешь, о чем им с ним говорить. Как. Я у них по рации выступал на всю тюрьму. По рации. А потом, когда вижу, у меня времени нет. И я им на пленку там насчитывал проповедь. И они без меня включали. Из студии. А тут же рядом через дорогу малолетки. Для малолеток. Перевалочная база. Много их там было. С ними отдельно вел занятия. Со вслугой. А вы вот говорите, вы в красной зоне были, да? Вот эти. Ну, да. Я такой был. Вязаная называется. Там били вас? Нет. Ко мне пальцем не прикасался никто. Потому что как только привезли меня. Потом бригадир говорит. Вот сейчас видели гражданский. Прошел такой солидный мужчина. Он говорит, что приехал из этого областного города Джамбула к вам. За вас, говорит, приехал. Я говорю, а вы откуда знаете? А у меня связи тут все. Он приехал. Мое дело, видно, посмотрел. И сказал этого человека, чтобы пальцем не задевали. Иначе вы все будете отвечать. Потому что это плохо, что КГБ у меня вело. Дело-то. Никаких льгот нету. Передачек там где-то. Но почту всю давали. И опять же, хороший политрук в самом лагере оказался. Кудеяров, кажется, или Кудеринов. Он мои письма тут. Поэтому по общей рации Лапкин, там, к такому-то начальнику. Я прихожу, он говорит, письма пришло с Америки, вот это ООН, организация обменных нации, за вас ходатайствует. Но я, ясно, что идут они по уголовной статье. Хотя она уголовная, но я же не уголовник-то. И он мне дает там считать. Но говорит, дать вам мы не можем. Когда вы ходить будете, тогда вам отдадимся письма. А там у вас потеряется или что-то. И у него в сейфе лежали. Вот видишь, как. А он казах. Там, может, коммунист. А такое отношение. А сколько вам лет было? Ну, сколько было-то. Я сейчас могу сказать даже сколько. Десят, значит. 47. 47. А в ваших годов там много сидело еще людей? Ну, там много старше были, да. Там по 60. А их били? Били всех. Там никого не сидит. И старого? И молодого, и старого. Берят бьют. И бьют не как-то, а черенки от лопат. С черенками. А вот вас, вот вас именно как бы не били? Никак. Я разговаривал с тем, хотел. А их всех предупредили. Кто со мной разговаривает, его вызывают и прям добивают. Он приходит, полуживой, и говорит, твой отец Игнатий, как бьют. А за что? За то, что я с вами разговаривал. То есть я могу ходить, везде разговаривать. Ну, там, где наш отряд находится. А им нельзя. Которая на зоне. А когда я зайду уже в помещение, тут уже никто не смотрит, с кем разговариваешь. Ну, я понял. Вы спешите куда-то сейчас? Да, меня тут вызывает. А это? У меня к вам тоже откровение есть. Но, знаете, по субботе, по субботе. Когда можно будет позвонить? А что ты говоришь? Что по субботе надо тебе? С ними связался, тебя уже впрыснули, яд иегуаны. У меня было откровение через Библию. Но откровение не может быть вопреки Библии. Нет, через Библию было. Библия говорит определенно. Закон был тенью будущих благ. Там отменили какой закон? Субботу. Нет, не отменили ее. Она возвысилась. Ее никто не отменял. Закон вечер. Не, новомесячи и вот эти вот все праздники как бы отменили. А вот здесь все заповеди не отменили. Не отменили. Ну ладно, это уже типа... Ты слышишь, что я тебе говорю? Ты что-то учишь меня, что ли? Я десятки раз это уже лекции говорил и проповеди. Все, что в Ветхом Завете было, оно возвышено. Там был ягненок, а здесь агнец Божий Христос. Там был жертвенник, а здесь крест. Жертвенник освященник. Давайте тогда. Давайте тогда. Понятно. Суббота, она образно указывала на воскресенье, шаббот. Потому что Христос почил отдел своих... Когда можно представить, я как бы свою позицию... У меня второй человек уже пошел, вот. Два уже человека в очереди стоят. И очень важно... Через месяц. Если Бог даст, живы будем. Все пока. На этом. Суббота образно указывала на воскресенье Христова. Запомни это. И кто за нее осыпляется, эти люди безблагодатные. Мы под благодатью, не под законом, Павел говорит. Под благодатью. А благодать даром дает спасение. И вдохновение субботства Новозаветия. Это воскресенье. Христос... А эти адвентисты седьмого дня с ними-то сплетался. Они не верят в душа, что у человека есть. Что вечное мужчине есть. Почему? Они пленены дьяволом. Вот и весь ответ. А Христос где был? В пятницу распятый был. А суббота, воскресенье-то он до три дня был в огробе, как и он, овощеви кита. И он проповедовал людям, которые души там были. Где написано это? Первое послание Петра 3,19. Он благовествовал. И 4 глава, 6 стих. Для того и мертвым было благовествуемо. Мертвым. Где мертвым? Кто благовествовал? Христос преисподний. И когда он этот труд закончил? В воскресенье. И почил от дел своих. Почему? Говорят, что творю все новое. А у адвентистов, там, и субботников у них все старое. Сейчас все новое. Творю все... Не, ну как же? Вот, допустим, заповедь не прелюбодействует. Ее тоже, что ли, отменили? А сегодня даже не смотри на женщину с вожделением. Это большая разница. Там написано... Ладно, не кратите. Враг какой-то. У нас написано, возлюби врага. Все возвышены, все западные. Их никто не отменял. Господь возвысил их. Ну все, Никита, до свидания. Через месяц подходи. Раньше не приходи даже. Я очень-очень занятый. С Богом. Так что вы путайте. Ты их православной церкви лепись. Сходи на исповедь к священнику за эту заразу, что насыплял. Бог даст, тогда я вам позвоню. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...